Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, клуб Эффлек, правда, целитель. Мы говорим о здоровье и чистота Шумана, воздействие волновое на стабильность человека, на его ощущения. Сведения, например, от Андрея Тюняева поступают, что, возможно, в Москве, а может быть и в других городах есть какое-то воздействие волновое на людей, якобы потому, что люди стали чувствовать себя хуже. Здесь я хочу как бы внести некоторую такую дополнительную струнку. Вы знаете, опираться на какие-то сведения по чистоте Шумана – это одно дело, на какие-то сторонние, да, со своей стороны я предлагаю такой анализ. Например, если мы, вот есть такое, ну, положение, что якобы чистота Шумана растет. Но параллельно с этим есть информация о том, что просто вот то, что называют чистотой Шумана, да, это волновая информация, на которую, в принципе, влияют даже люди через медитации. По сути, формируя мысли-формы, они отражаются нижнюю границу ионосферы, да, и вот меняют эту частотную характеристику. Поэтому здесь я бы подошел бы иным способом. Смотрите, если мы биолокационным хотим это проверить, то можно просто вот задать, например, вот для меня сейчас чистота Шумана, негатива нету, да. А теперь беру и смотрю для, например, моего коллеги. Вот в текущем моменте чистота Шумана для него негативна. И мы даже измерим этот негатив, да, на сколько процентов. То есть это 1%, 2%, 3%, но не 4%, 3% с чем-то. А вот теперь посмотрим, я возьму другого человека, одну свою родственницу с не очень хорошим здоровьем, более слабой клеткой. И если посмотреть, для нее чистота Шумана негативна на данный момент. И если посмотреть, на сколько процентов, это 3, 4, 5, 6, 7, но не 8, 7 с чем-то, да. То есть для нее вот эта чистота, она более разрушающая. И для каждого конкретного человека какое-то воздействие может быть, по сути, либо адаптационно встречено так сильно, что человек это не разрушает. Либо не разрушает какое-то время. Например, мы с вами также замеряли, что вот в такой-то солярий, например, человеку там 3 или 4 минуты, ну нормально. А вот на пятую минуту плохо. Тоже здесь очень похоже, когда мы берем финики и смотрим, что один финик даст, например, 10 энергоединиц, вот напарник вспоминаю, 2 финика 12. Вы скажете, как же так? 20 должно быть? Нет, 2 финика это уже напряжение намного больше вот этого эмиссистой клетчатки, которую нужно обезвредить, разложить там, да. А пользы от нее в конечном итоге от 2 фиников получается меньше, чем от 1, а потом через какое-то время еще от 1. А мы говорим здесь сразу. То есть здесь очень такой тонкий момент. Ну и теперь то, что касается уже волнового воздействия, например, в крупных городах. Я еще в прошлом году, в 2019 году отметил то, что клетку воздействие, электромагнитное воздействие на людей, специализированное, да, скажем так, техногенное, попробуем так его обозначить, резко повысилось. То есть, ну, я это связал с тем, что к чему-то власти готовятся, что-то такое уже включают. Как я это измеряю? Ну, опять же, здесь нужно смотреть в идеале, конкретно брать человека, помещать его вот в этот город и на протяжении какого-то времени изучать. Ну, попробуем сделать это фантомно. Вот, например, сейчас просто в общем, как я это измеряю, а так, вот Москва, да, вот это вот воздействие, я просто смотрю, сколько по процентам. Потому что ровно год назад вот это воздействие, ну, скажем так, фоновое, электромагнитное, специализированное, негативное воздействие на людей, оно было ровно год назад в Москве 1%, 2%, но не 3%, 2% с чем-то. А в текущем моменте, я вот уже смотрел, это 5%, но не 6%, 5% с чем-то. То есть, ну, я наблюдал, что вот как раз летом прошлого года, в 2019 году стало расти именно воздействие, по-моему, 3% или 4%, да. Но конкретно нужно вот смотреть, да, если вы находитесь в каком-то городе, как это влияет на вас. Потому что, ну, я, конкретно надо смотреть, какие, сколько каналов влияет, да. Например, сегодня я вот изучал, помещал себя, помещал, например, коллегу, и увидел, что, ну, на него, например, влияет, вот если его поместить в Москву, да, сейчас, то на него будет влиять какой-то вот канал воздействия такого техногенного, ну, по-настоящему 1, но не 2. Причем он, это радиоволновое воздействие, и это, если посмотреть по электромагнитной волне, то оно находится в диапазоне 10 минус 2, нет, 10 минус 1. Ну, и точнее, это где-то 600, 640 миллиметров, по-моему, да. Вот так вот на память я сегодня вычислял. То есть там включили какую определенную частоту воздействия, и, возможно, вот это то самое, о чем говорит сейчас Андрей Тюняев, то, что люди там сонные якобы, да, и, то есть идет определенное такое подавление, да. В принципе, об этих технологиях уже знают давно, кто вот работает в военке, какие-нибудь физики. Ну, некоторые догадываются, кто реально по-настоящему знает, конечно, молчит. Вот, ну, если вы разговариваете хорошо человека из каких-нибудь служб, связанный с военным делом, он признается, что, да, в крупных городах такие, как бы, меры есть, скажем так, они на готове, и в случае, если, скажем, мы сейчас не говорим об ультразвуковых каких-то пушках, да, есть воздействие уже вот, ну, на митингующих там, да, и такие вещи, это, скажем так, пучками куда-то в, это экстренные меры. А есть фоновое воздействие, которое, по сути, вот усиливается, и для того, чтобы просто подавлять, подавлять какую-то эмоциональную, эмоциональную, ментальную активность, вот, которая может помешать властьимущим управлять, вот, стадом. Это есть, ну, в каждом конкретном случае надо смотреть, как это работает, например, конкретно для вас. Все-таки настаиваю на том, что чем человек более щелочной, более чистый, стабильный, целостный, тем на него это все меньше влияет, на физическом уровне. Мы сейчас говорим о воздействии на физике, конкретно здесь вот проявленное. Ну, а о том, как мы, как могут влиять на нас, с нашего, на самом деле, позволения, и как мы сами влияем на себя, мы подробнее поговорим с вами на семинаре. Метафизика, тонкий план, метафизика недугов. У вас будет возможность на этом семинаре и задать вопросы. Вы можете присылать донаты заранее и также во время вебинара. И будем говорить с вами и о том, как на консультациях мы работаем с тонким планом, на что можно обследовать человека и какие есть пути для восстановления вот этой целостности. Андрей Широков, Клуб Эффект Проводоцелитель. До встречи на вебинаре. Вебинар состоится уже в ближайшее воскресенье. Это у нас 10 мая в 11.00 по Москве на канале YouTube. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok